МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только о главных событиях субботы узнаете далее в подробностях. Я Алексей Лихман. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А завтра будет... Что принесут Украине ближайшие сутки? Террористический приступ. Боевики на Востоке наступают по всем фронтам. Обвинения с поличным. Новое доказательство присутствия российских военных и техники на Донбассе предоставили в США. Бунт белых халатов. Кто довел медиков Харькова и что они требуют? Осталось 4 часа. В полночь, согласно минским договоренностям, стороны должны прекратить огонь на востоке Украины. Без преувеличения. Весь мир надеется, что на востоке наконец наступит мир. Если же мира не будет, то во всей стране будет введено военное положение. Так заявил сегодня Петр Порошенко во время передачи техники украинским пограничникам. В таком случае президент готов немедленно внести в парламент изменения в законодательство. Мы сегодня находимся перед очень важной развилкой. Или враг прекращает огонь и начинается деэскалация, а потом и политическое регулирование. И в Минску, и перед всем свитою Украина довела. Это наш выбор. Або враг навязывает эскалацию конфликта и нам, и Европе, и всему свитою. Тем не менее, президент, как и все мы, надеется, что после полуночи все-таки наступит перемирие. Мы чужого не чипаем, но свое не отдамо. Я молюсь за то, чтобы завтра началось выполнение Минских угод. Реактивное разоблачение. Минский договор доказывает причастность России к украинскому конфликту. Документ, подписанный Нормандской четверкой, внимательно изучили финские специалисты и обнаружили в пункте об отводе тяжелого вооружения от границ фронта. Среди прочего упоминается реактивная система залпового огня Торнадо-С. Эксперты утверждают, таковая имеется лишь у России и ни в одной стране более. На вооружение она поступила в 2012 и за рубеж не продавалась. Текст с упоминанием Торнадо-С одобрили как президент Путин, так и боевики ДНР и ЛНР. При этом Кремль продолжает настаивать, что Россия к конфликту в Украине не причастна. Обманывать и Украину, и мир Кремлю становится действительно все сложнее. Вот и в Америке вновь обратили внимание на российских военных и технику на востоке Украины. Что говорит официальный Вашингтон о ситуации в Дебальцево? Дмитрий Еловский изучал вопросы. Госдепартамент Соединенных Штатов внимательно следит за событиями на Донбассе. И, судя по всему, у Америки все-таки есть свои источники информации в зоне конфликта. Официальный представитель Госдепа Джем Псаки накануне вполне однозначно дала понять, сомнений в том, что Дебальцево обстреливает российская армия, нет. Российские военные развернули большое количество артиллерии и ракет систем залпового огня вокруг Дебальцево, откуда ведут обстрел по украинским позициям. Мы уверены, это российские военные, не принадлежащие сепаратистам системы. Также Псаки заявила, в регионе развернуты системы ПВО, тоже российские. К тому же, по данным Госдепа, на неконтролируемом участке границы с Украиной сейчас особенно высокая активность. Там готовятся к поставкам припасов со стороны России на территорию, которую купировали террористы. К предостережениям обратилось и посольство США в Москве. Через свой твиттер дипломаты заявили, те люди, которые называют себя ополченцами Востока Украины, по вооружению превосходят армии некоторых стран-членов НАТО и европейских держав. Ну и еще дипломаты опубликовали спутниковые изображения артиллерийских и, судя по всему, ракетных установок вокруг Дебальцево. Эти снимки сейчас можно увидеть во многих социальных сетях. В Кремле, впрочем, конечно, продолжают все отрицать, мол, нас там нет. В Белом доме, тем временем, предупредили Москву. Любые провокации накануне перемирия, любые попытки захватить какие-то новые территории, да не что иное, как срыв мирного процесса. Так сказал анонимный источник в окружении Обамы. Ну а новые санкции против России никто ведь не запрещал принимать. Говорят, что очередной пакет американских экономических мер влиянием уже давно готов. И Европа, скорее всего, тоже поддержит Америку в данном вопросе. Будет ли повод вводить эти санкции, станет понятно уже сегодня, после полуночи. Дмитрий Уловский, Никита Исайко. Подробности. Американское бюро телеканал Интер. Далее узнаем о ситуации в зоне АТО, что там происходит за несколько часов до перемирия. Первым на связь с нами выходит Вениамин Трубачев. Он следил сегодня за обстановкой в районе Дебальцево и Артемовска. Веня, здравствуй. Какие у тебя последние новости? Да, Алексей, вот буквально два часа назад боевики снова обстреляли Артемовск, как и вчера использовали тяжелые вооружения. Что за снаряды сейчас были взорваны, сейчас уточняют специалисты. Но взрывы были такой мощности, что остались воронки диаметров в несколько метров. И вот в результате обстрела загорелось здание поликлиники. Оно практически полностью выгорело. Есть ли погибшие и раненые, пока неизвестно. Информация сейчас уточняется. Вот тропинка, видите? Вот тут возле колодца. Волной вот это слышу. Сначала грады, туда пошли, на карьер. Оттуда слышу, ну не знаю, в таких, не знаю, гаубица или на самом деле это град. И слышу, вот трески пошли. Дебальцево и окрестные районы боевики не прекращают терроризировать. Только за последние сутки 15 раз был атакован город. Ночью даже пытались штурмовать с юга-востока. Но украинские подразделения атаку отбили. Сейчас продолжаются обстрелы танков, артиллерии и градов. Боевики не скрывают и даже показывают, как ведут огонь по армейским позициям и жилым кварталам города. Добраться в Дебальцево практически невозможно. Машины с боеприпасами и продуктами на передовую доставляют с боями. Едва ли не единственную дорогу из Артемовска до Дебальцево. На некоторых участках простреливают боевики. И вот самая сложная ситуация на трассе в районе села Логвинова. Там засели террористы и ведут огонь по колоннам армейцы. И нацгвардия пытаются выбить боевиков с их позиций. Мы своих не бросаем. Тем более там наши товарищи пооставались вообще в глубоком тылу. И нашим приоритетом раздолбать это Логвинова вместе с сепараторами. И очистить дорогу. Потому что это наша земля. И мы на ней хозяева. Ну вот добавлю, что в самом Логвинова местных жителей уже нет. И вот есть информация, что дорога, которая проходит через село, частично заминирована. Накануне там подорвался автомобиль. Поэтому по трассе нужно передвигаться очень осторожно. И несмотря на это, на передовую идут колонны танков и бронетехники. И военные не очень верят в то, что боевики перестанут стрелять и будут выполнять договоренности. Много неуправляемых людей с той стороны, которые делают то, что хотят. И то, что считают нужными всякие конвекции, договора и все остальное для них. Это не важно. Вот несмотря на тяжелые бои, на передовой есть место и для небольшого праздника. Вот сегодня у одного из бойцов позывной у него Жук. День рождения. Он отмечает его в окопах вблизи Дебальцево. Фактически в перерывах между обстрелами сослуживцы поздравили боевого товарища и подарили ящик с печеньем. Хочу поблагодарить всем хлопцам, которые идут сюда. Снага, здоровье. Ничего не бояться. Все возможно. Ну и передаю привет в своем селе, в селу Амиси. Все будет хорошо. Слава Украине. Ну вот я сейчас жду полуночи, чтобы проследить, прекратят ли огонь боевики. Но уже в террористической ДНР заявили, что они готовы не стрелять. Однако Захарченко, один из главарей террористов, добавил, что это не касается как раз района Дебальцево. Ну вот после полуночи посмотрим, будут ли продолжаться обстрелы. Алексей. Все мы ждем Веня Полуночи. Спасибо за работу. Это был Вениамин Трубачев с информацией о ситуации в районе Дебальцево и Артемовска. Неспокойно сегодня в районе Мариуполя. Львина Сеид Булаева уже готова рассказать нам о все подробности. Эля, ждем от тебя самых последних новостей. Что у вас происходит? Леша, село Широкино практически уничтожено. Обстрелы начались с пяти часов утра. Целый день не прекращается наступление российских боевиков по возицам села АТО. Противник бросил в атаку танки, БМП и пехоту. По силу беспрерывно работают грады и артиллерия. Боевики пытаются обойти село с обоих флангов. Очень плотный бой, как со стороны украинской армии, так и врага. Однако наши военные удерживают свои позиции. Бой ведут бойцы полка АЗОВ, Национальный гвардия и вооруженные силы Украины. У противника серьезные потери, много подбитой техники. Но, к сожалению, потери есть и у нас. Было уничтожено два танки боевиков, также БТР, одна машина БМП, а также особенный склад. С нашей стороны есть один военно-сторговый, который погиб, и еще шесть человек получили ранения. Более 20 раз сегодня боевики из градов и минометов обстреливали позиции наших военных. Били и по селам. Это Лебединская, Гнутово, Толоковка, Широкино, Павлополь, Сартана. Там, кстати, в Сартане снаряд града попал в жилой дом. Он рядом со школой и погиб 44-летний мужчина. В домах рядом выбиты стекла, двери, поврежденные стены и крыши. В некоторых домах во время обстрела были дети. Страшная паника где-то, крик, слезы. Я открыла дверь невестная двоих, я одного схватила. Часто не можем успокоить детей с истерикой. Наши военные продолжают удерживать позиции. В ответ открывают огонь на поражение техники противника. Стреляют в основном с тяжелой артиллерией и с системой ГРАД. Подходили к нашим позициям до 500-800 метров. И по словам нашей разведки, российские боевики готовят провокации. Отводят свои силы из Широкина до Безыменного. И оттуда планируют обстрелять территорию России. Якобы это наши военные обстреливают. Для этого боевики устанавливают на своей технике украинскую символику. На этом у меня все, Алексей. Все ясно, Ильичка, спасибо. Это была Эльвина Сейдбулаева с последними новостями с Мариупольского плацдарма. Еще одна моя коллега Ирина Баглай уже готова рассказать нам о ситуации в Донецке. Ира, здравствуй, как у вас прошел день? Здравствуй, Леша. Донецк накрыли артиллерийским огнем. Сегодня боевики ДНР ударили по Петровскому району и по центру города. Два мирных жителя погибли, четверо ранены. Это по данным городадминистрации. Среди них и ребенок. И в селе Очеретино, это в 40 километрах от Донецка, в результате обстрела боевиков, ранения получили три человека. О том, что боевики ведут огонь с одной позиции и по своим, так сказать, и по территории под контрольным силам АТО, нам в эксклюзивном интервью рассказали десантники 95-й аэромобильной бригады, которые как раз вернулись из боев из-под Донецка. Мы находились на определенной позиции, что авдивка была для нас, ну, мы ее почували, почували и бачили, что идут залпы с их стороны, и они все летают в ту сторону. Тобто именно в авдивку, это было стоято таково, что авдивку обстрелили, и другие села, которые уже находились сзади нас. Тобто не на передовую, а сзади нас, за нашей территорией, где нет даже наших войск. Тобто, случайно, мирные села, места те сами. Ну, все, Краматорск. Сильно артиллерию засыпают, что трудно даже, ну, проехать вперед, потому что сильно обстреливают. Российская артиллерия, ну, что стреляют уже, так, профессионально военно стреляют. Десантники вот за этот самый горячий месяц боев штурмовали район Спартака, где дислоцируется база террористов. Бойцам удалось захватить шахту и перерезать соединение между Авдеевкой и Спартаком в километре от аэропорта. Продвинуться дальше сложно, говорят. У боевиков мощная артиллерийская поддержка, причем техника не советская. Датирована она 90-ми годами, она модернизирована, и часть ее теперь трофеи в руках 95-й бригады. В основном артиллерия, храды, самоходы. Качество работы, конечно, с нашим ровнятой очень тяжело, у нас намного лучше. Но с людьми подготовлены. И после однодневного затишья под обстрелом снова Попасная. Снаряд попал в здание транспортной милиции, никто не пострадал. Из 22-тысячного населения здесь осталось 4 тысячи людей, да и тех на улицах не встретишь. Все прячутся по подвалам. Всю ночь Дебальцево все время слышно, это вообще непрерывный гул и вся та сторона. А у нас периодически город тоже обстреливается, вокруг дома по очереди падают. Там подвал. Просто вход в подвал завалило, а потом уже людей вот так вот вытаскивали. Сутки просидели. Благодаря вот этой плите, наверное, живы остались. Остались без прошлого и без будущего. Просто мы разрушили всю нас. Кто бьет по городу? Мэр уверен, по своим стреляют бывшие жители Попасной. Я и мой сын, мы находимся в списке 1, 2, 3 на уничтожение. Хотя все боевики из наших, которые вот это все начиналось, это все по жизни я с ними общался. То ли спортсмены, то ли в кавычках бизнесмены, то ли мои ученики многие. В Попасной, как и во всей Украине, ждут тишины и готовы снова восстановить город. Это будет уже второе восстановление после летних атак бандитов ЛНР. На сегодня в центре города уже есть газ, свет и тепло. Леша. Спасибо, Ирочка. Новости из Донецкой Попасной от Ирины Баглай мы узнали. Большая ситуация в Донецке, а также Луганске и Красногоровке нам рассказали и местные жители. Давайте их послушаем. Сегодня большие разрушения в центре. О Куйбышевском районе я вообще не говорю кошмар. Спроснулась в 4 часа утра от того, что нечто взорвалось недалеко с такой силой, что мне показалось, что выгнулись стекла. Дом задрожал и подпрыгнул. Снаряды ложатся все ближе и ближе вокруг нашего дома. Очень большая проблема в городе с медперсоналом. Так тяжело больных, например, особенно раненых. Досматривать никому. Сегодня в магазин завозили и разгружали паки с водой, пятилитровые, на которых была написана «Гуманитарная помощь». Буквально через несколько часов можно было лицезреть, как эти паки с водой уже стоят на витрине, а за магазином куча оторванных наклеек с надпися «Гуманитарная помощь». Кто-то эту гуманитарную помощь очень активно реализует в своих интересах. В Луганске были разрушения, в Камброде позвонили родственники, сказали, что это был град. Люди остались зиму без окон, без света, без отопления и без жилья. Много военной техники, военных людей, танки ездят по улицам. Продолжается инвестиционный обстрел города Красногоровки. Ни света, ни газа, ни воды нет, тепла нет, люди замерзают. Электрики поехали ремонтировать линию электропередач. Но со стороны Донецка выехал танк ДНР и приказал, напугал покинуть место. И электрики уехали. Тем не менее, не сделал электричество в город. Стреляет ДНР в нашу сторону, в город Красногоровка. И разбивает инфраструктуру города и убивает мирных жителей. В Крыму колонны российской бронетехники стягиваются к границе с материковой Украиной. Видео с мобильных телефонов и автомобильных регистраторов, которые это подтверждает, крымчане выложили в интернет. Движется техника из разных регионов автономии, но все колонны идут на север полуострова, в сторону Перешейка, где начинается материк. Наши источники в украинской пограничной службе эту информацию тоже подтверждают. Правда, говорят, речь идет не о скоплении российских сил на границе, а о ротации личного состава. Сейчас на Перешейке сосредоточены до 5000 российских военнослужащих и все виды вооружения. Самоходные артиллерийские установки, реактивная артиллерия, в том числе грады, БТРы и танки. Ну а накануне жители Ялты почувствовали мощную звуковую волну. Люди говорят, она распространилась по побережью Черного моря и накрыла населенные пункты в радиусе до 20 километров. Об этом сообщают очевидцы. Особенно отчетливо ощущалось в поселке Никита и Гурзуфе. А в жилых домах недалеко от Ялтинского зоопарка даже вибрировали стекла. На авто сработавала сигнализация. Взрыв произошел не на суше, а на море. Столба воды крымчане не видели, поэтому уверены, это было очень далеко от берега. Что случилось на самом деле, непонятно. Официальные структуры до сих пор молчат. Ну а люди, люди судачат. Либо это подводный взрыв сероводорода, такое бывает. Либо же что-то пошло не так на учениях военно-морских сил России. Маневры сейчас находятся в самом разгаре. Конфликт в российской военной части. Солдаты-контрактники из Мурманской области отказались ехать воевать на Донбасс. Около 20 военных написали жалобу на начальство, которое отправляет их в командировку в Ростовскую область, где, как выразилось, возможно, придется перейти украинскую границу для выполнения боевых приказов. Когда солдаты поинтересовались, какие основания для этого, начальство им ответило дословно, там русские гибнут и вы должны их защищать. Всем несогласным предложили написать рапорт об увольнении. В замполитом части уже связались журналисты. Тот не стал отрицать факт беседы. Однако заявил, что его не так поняли. Несколько дней назад в сети появилось видео, на котором российские солдаты-срочники едут в поезде. Официально якобы в Подмосковье. При этом сами бойцы утверждают, что следуют в Украину. Поезд едет, кстати, только по ночам, чтобы не светиться. А днем состав отстаивается в лесах, пока идут другие эшелоны с боеприпасами. Очередной заблудившийся. Истребители НАТО перехватили над Балтийским морем Ил-38, принадлежавший вооруженным силам России. Накануне в небе и тоже над Балтикой перехватили Ил-20. Подобная ситуация произошла и неделю назад. В Минобороны Латвии подсчитали, за последний год это происходило уже более 200 раз. Кабмин перекроил бюджет на этот год. Каждый пункт, по словам премьера, согласован с Международным валютным фондом. И вполне удачно, считает Арсений Яценюк. Итак, доходную часть хотят увеличить на 22 миллиарда гривен. Эти деньги планируют получить прежде всего от НДС. Инфляция, как прогнозируют теперь в Кабмине, будет вдвое выше, чем закладывали в декабре. До 26%. По программе МВФ предусмотрена и индексация зарплаты, повышение тарифов. Насколько чиновники пока не уточняют. А вот курс доллара прогнозируют на уровне 21 гривни. Эти изменения в бюджете должны еще одобрить народные депутаты. Документ в Раду правительство собирается передать уже в понедельник. Украина, скорее всего, не избежит повышения пенсионного возраста до 65 лет. Как сообщает «Зеркало недели», это одно из ключевых требований МВФ, которые фонд выдвигает, предоставляя Украине финансовую помощь. Но возраст выхода на пенсию украинцам планируют повышать постепенно. В течение 10 лет на полгода ежегодно. Стоит ожидать и роста тарифов на газ и теплоснабжение. МВФ настаивал на этом уже с марта. Киев выторговал еще месяц отсрочки. Так что, скорее всего, с апреля будем платить другие суммы. Сильнее всего это ударит по тем украинским домовладениям, которые потребляют свыше 2500 кубометров газа в год. Крупнейший нефтедобытчик страны снова срывает аукцион по продаже сырья. Почему и кто пытался лишить государство рычагов влияния на компанию, расскажут наши корреспонденты. Министерство энергетики пыталось лишить нафтогаза рычагов влияния на Укрнафту. Ведомство предложило исключить из состава аукционного комитета исполнительного директора нафтогаза Андрея Пасечника. Задействованы весь арсенал методов, скажем так, с обоих сторон. Прежде всего, группы «Приват», которые успешно ими пользовались на протяжении предыдущих 20-15 лет своего существования. Много говорилось о олигархических кланах, о каких-то преступных или иных режимах. Но эти правила игры никуда не исчезли. Министр Димчишин, он просто скорее выполнял, я так понимаю, волю старших товарищей. Документ не подписал министр экономики Айварас Абрамовичус, оставив Пасечника в комитете. А премьер, по словам нардепа Сергея Олещенко, даже публично пожурил министра энергетики. Эксперты уверены, Пасечника хотели убрать из-за требования к Укрнафте выставлять сырье на торгах по рыночным ценам. Уже долгие годы компания, половину которой контролирует группа «Приват», продает своим же структурам сырье по заниженной стоимости, из-за чего бюджет теряет миллиарды гривен дивидендов. Торговать по рыночной цене нефтедобытчик отказывается и успешно срывает аукционы по продаже нефти. Без нее Кременчудский НПЗ должен был уже давно остановиться. Однако, как свидетельствуют эти документы, в январе на завод поставили 153 тысячи тонн нефтепродуктов. Всего шесть из них куплены на аукционах. Не попало ли сырье на завод в обход торгов и не перерабатывают ли украденную у страны технологическую нефть? Вопросы уже к прокуратуре. Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Михаил Саакашвили стал внештатным советником президента Украины. Своим указом Петр Порошенко создал консультативный международный совет реформ и назначил его председателем бывшего президента Грузии. Новосозданный орган займется привлечением иностранных экспертов к реформированию украинского законодательства, а также будет повышать уровень международной поддержки Украины. Бунт медработников в Харькове. Терпение лопнуло у врачей, кандидатов медицинских наук, профессоров. Кто и чем довел людей в белых халатах? Причиново сняла Лидия Калинина. Это душ. Обратите, пожалуйста, внимание на выгнившую дыру, которая идет на кухню. Вы видите, все ржавое, все зловонное. Людмила медсестра с 20-летним стажем. Для человека, который привык к стерильности, такие условия – просто кошмар. Из-за сырости плесень здесь вывести невозможно. Мы стараемся какими-то своими силами, что-то делаем, но не более того. Помощи нам никакой. Это общежитие медакадемии после дипломного образования. В советские времена тут вселили студентов. Теперь обосновались врачи, медсестры и преподаватели. Многие семьями. Оксана с Дмитрием живут на последнем этаже. Говорят, дети постоянно простуженные. Часто горло болит, температура высокая. Мама-медик уверена, все из-за вечной сырости. Обои в гостиной клеить уже перестали. Даже после малейшего дождя отпадают. Капает на аппаратуру, все капает на столы, на ковры. Кроме этого, течет с розеток, протекает через люстру. Все это даже бьется током. Очень небезопасно. Мы писали об этом ректору. Реакция была. Они пытались нас выселить. Эта семья была первой, на кого академия подала в суд. Мол, общежитие студенческое, а значит, медикам здесь не место. Правда, процесс ВУЗ проиграл. Жильцы тоже решили судиться с ректором. Требовать снижения тарифов на коммуналку. В городе самый высокий сейчас, 2,50 за квадратный метр, мы платим в районе 10 гривен. Только квартплату. Наша квартира получается около 2000 в месяц. Суд люди выиграли. Тарифы в академии обязаны пересмотреть. Да только не спешат. Жильцы продолжают платить крупные суммы и латать крыши, красить стены в подъездах и белить коридоры за свой счет. Письма к администрации остаются без ответа. А ведь просят одного – передать здание в коммунальную собственность. Пакет документов с обращениями, с подписями наших жильцов мы оставили в Министерстве здравоохранения. Министр лично пообещал разобраться. На днях министр был в Харькове. Александр Криташвили даже обещал зайти в общежитие. Но так и не доехал. Ждут решения Минздрава и городские чиновники еще в середине дворя отправили туда запрос, готовые взять общежитие на свой баланс. Ну а его жильцы уже не ждут письменных ответов. В понедельник собираются в Киев добиваться личной встречи с министром. Лидия Калинина, Александр Яновский. Подробности телеканал Интер. Харьков. Черкасские лесники собрали для бойцов в зону АТО столько подарков, что все едва вместилось на огромный трейлер. Причем большую часть смастерили сами. Что же отправили на фронт? Давайте посмотрим. Черкасское лесничество. Два с виду ничем не приметных строительных вагончика, но внутри настоящий банный комплекс. Предбанник, душевая кабина, утепленные стены. Все сделано руками местных лесников, как для себя, то есть на совесть. Работа этой лазни очень проста. Сделана металлическая буржуйка, заложена каминем для того, чтобы теплоотдача была. И бойлер. Она топится, и вода греется в котлу. Вода заправляется в таких пульовых умов. Бани полностью автономные. В них даже продумали систему освещения от автомобильного аккумулятора. И все это – подарок лесников 14-му мотопехотному батальону. Для бойцов и веники заготовили, и банные шапочки. Перед отправкой проводят военным инструктаж. Военные слушают, неторопливо осматривают, удивляются. От увиденного в восторге даже замначальника Черкасского военкомата. Как сказал Быков, да, будет это не старики. После боя сердце просят музыки вдвойне. Но это же тоже музыка, отдохнуть. Кроме мобильных бань, лесники отправляют в зону АТО и несколько тонн продуктов. Доставить все на фронт поручают волонтерам. Те уже пригнали тягач. После погрузки сразу в путь на Донбасс, чтобы уже завтра утром бойцы могли вдоволь попариться в новеньких комфортных баньках. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности в телеканал Интер Черкассы. Окольцован еще один завидный британский холостяк. Свадьбы гуляют вот просто в эти минуты. И в очень узком кругу гостей. Он известнейший актер. Она режиссер и певица. Кто молодожены, Светлана Чернецкая расскажет. Она в Лондоне. Бенедикт Камбербэтч прославился ролью Шерлока Холмса. Детектива, больше всего ненавидящего банальность и посредственность. А в жизни актер оказывается тот еще романтик. По закону жанра он, как и сотни тысяч пар по всему миру, играет свадьбу в день всех влюбленных. Ему 38, ей 36. Оба родились и выросли в Лондоне. Оба люди искусства. И для обоих это первый брак. Мистер Камбербэтч уже давно завоевал Великобританию. Еще в начале нулевых, играя в театральных постановках вест-энда. Но настоящую славу ему принес телевизионный сериал «Шерлок». А сейчас на горизонте «Оскар» за роль в фильме «Игра в имитацию». Иногда совершенно обычные люди создают нечто такое, что потрясает воображение. Круг интересов Софии Хантер, теперь уже миссис Камбербэтч еще больше. Она и режиссер, и сценарист, и актриса, и певица. Известно своими авангардными постановками. Познакомились они еще пять лет назад на съемках, но встречаться начали в 2013-м. Об отношениях особо не распространяются. А о помолвке объявили совершенно не по-голливудски, зато очень по-английски. Маленькой заметкой в газете «Таймс» рубрики «Будущее свадьбы». Это было еще в ноябре прошлого года. Я счастливчик. Чего скрывать, ведь женюсь на самой прекрасной женщине в мире. И оповестить об этом решил так, как сделал бы, не будя популярным актером. Кстати, месяц назад стало известно, пара ждет первенца. Но сама свадьба, конечно же, секретная. Приглашение отправляли по электронной почте только самым близким. Торжество проходит в замке на необычайно красивом острове Уайт. Отдыхать здесь очень любила королева Виктория и сделала его любимым курортным местом аристократии. Из вип-гостей на церемонии должна присутствовать британская актриса и коллега Камбербэтча по фильму «Игра в имитацию» Кира Найтли. А шафером на свадьбе будет Мартин Фриман, он же доктор Ватсон из «Шерлока». Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Как карнавалит Бразилия? Почему не хотят худеть британцы? И какие пароли использует Обама? Об этом и не только. Далее в обзоре. Барак Обама защищался от киберпреступников словом «пароль». Президент США признался, относился к вопросу слишком легкомысленно. Также он использовал для защиты в интернете комбинацию цифры от 1 до 7. Подобные пароли у третьей американцев. О собственной беспечности Обама рассказал, чтобы подчеркнуть необходимость усовершенствования методов киберзащиты. Министр иностранных дел в Финляндии проехался с ветерком на машине без техосмотра по центру Хельсинки. Эрки Томмиуя оштрафовали на 9 зарплатных дней. Глава МИДа превысил скорость на 10 км в час. Позже выяснилось, что он еще 4 месяца назад должен был пройти техобслуживание. Чиновник штрафу не противился. Попытался оправдаться, мол, машину на СТО сдал, но потом не проверил, поставлена ли отметка в документах. Великобритания хочет приравнять ожирение к алкоголизму и наркомании. Власти страны надеются таким образом изрядно сэкономить. Пациенты с ожирением сегодня получают около 100 фунтов госпомощи еженедельно. При этом, как утверждает премьер Кэмерон, люди совершенно не пытаются бороться с болезнью, то есть худеть. Бразилия карнавалит. Грандиозный праздник стартовал в Рио-де-Жанейро и Сан-Пауло. Представители лучших школ самбы посоревнуются в зажигательных танцах, пышных нарядах и ярких декорациях. Вместе с ними отплясывает и вся страна. Карнавал продлится до 17 февраля. Танцевали до упаду и в Таиланде. Причем в буквальном смысле. 9 местных пар в день Святого Валентина установили мировой рекорд по самому длинному танцу. Правда, зажигательным его не назовешь. Под конец участники еле передвигали ноги. Прошлый рекорд Гиннесса у мексиканцев 35 часов. Тайцы перетанцевали их на минуту. Болливуд решили очистить от нецензурщины. Власти Индии запретили использовать в кино бранную лексику. В списке около 30 слов на английском и хинди. Ежегодно в Индии снимают свыше тысячи фильмов. Это больше, чем в любой другой стране мира. Ближе к вечеру стало известно о том, что в Копенгагене на мероприятии по вопросам свободы слова и религии неизвестные открыли огонь. Погиб один полицейский, еще двое ранены. На встрече присутствовал Ларс Вилкс, шведский карикатурист, автор серии сатирических рисунков на пророка Мухаммеда. О причастности к нападению уже заявили боевики исламского государства. Полиция расценила теракт как попытку нападения на Вилкса. Атаку уже осудила Франция. А посол страны, который также присутствовал на этой встрече, сравнил события с атакой на Шарли Эбдо. Иерусалимская книжная ярмарка. И там участвуют украинские авторы. Какие книги представляют и о чем их расспрашивают израильтяне? Подробнее Сергей Ауслендер. График у писательницы на святой земле напряженный. Любоваться красотами особо некогда, с трудом удалось выкроить время для фотосессий. Снимают Ирену на фоне полуразрушенных стен знаменитого Тель-Авивского квартала Невецедек. Место выбрали не случайно. Тут живет израильская богема, писатель и художники. Уже второй раз я в Израиле и сейчас не отдыхать по работе. И уже до того я знала, что Израиль очень позитивно, в всех сенсах, налаштованный до Украины. Ну, в частности, например, то, что я тут, это украинско-еврейская встреча. Плюс есть еще такие израильские друзья в Украине. Израильские и украинские друзья, которые без конца помогают Украине. Не только добрым словом, но и целиком практическими вещами. Публика здесь очень хорошая, говорит Ирена. Благодарная, понимающая, готовая слушать и готовая спрашивать. Писательница привезла в Израиль несколько книг, в том числе последнюю. «Бэйби Тревел» или «Как не стать курицей». Интерес к ее творчеству большой, оттого и времени не хватает. Постоянные встречи, интервью приглашали на русскоязычные телеканалы в эфир первого радио, которое тоже вещает на русском языке. Для меня это было важным, отменить Израиль, не просто как письменник. Хотя тут, на диву, много меня問 о творчестве, знаешь, про литературу, про то, что ты пишешь, как ты пишешь. Но и просто, ну, какой-то такой обмен опытом сделать, потому что тут ситуация очень подобная, много в чем неукраинского. Самая главная встреча с израильскими украинцами или украинскими израильтянами в Доме писателей в Тель-Авиве. Зал переполнен желающих побеседовать с Ириной Сотней. Говорят о книгах, но больше о войне, потому что этим людям не все равно, что происходит в Израиле и в Украине. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Свою солидарность с Украиной выразил известный израильский бард Марк Эпельзавт. Новую песню «Донецкий аэропорт» он посвятил легендарным киборгам. Аудиоряд певец записал в Тель-Авиве во время обстрелов и в сломистов. Потом запись передал одесскому журналисту Сергею Брачуку. И уже в Украине к композиции домонтировали видео. Все высказать Донецким, так я, брат, тоска. Аэропорт в Донецке бьет пуль саму из га. Аэропорт в Донецке, Энтебе и Кабул. Полит форпост советский, а в сердце снова гул. Мои коллеги из подробностей недели сейчас не отдыхают, а готовятся, усиленно готовятся к завтрашнему выпуску. О чем будут рассказывать? Давайте посмотрим. Подробности недели выясняют. Стул наш, а чей теперь Донбасс? Нуля годин 15 числа. Все охопливаючи. Припинение в огне. Кто варит кашу в дебальцевском котле? Эксклюзивный репортаж с передовой. В локвина подобраться не может. Лупят. Круглые сутки. Реально пахнет. Я вон все, чтобы не закрыли. Всегда война. Донбасский синдром – новый термин современной психологии. Нечаянно уроненная вилка на пол. Как взрыв. Они начинают прятаться. Шли блик велосипеда, велосипедиста в темноте. Чистым упал на землю. 40 лет в оккупации. Мифы и легенды современного Кипра. В репортаже Романа Бочкалы. Я военный, он полицейский. Мы боролись за независимость современного Кипра. Все, чем запомнится эта неделя. И даже то, что случится на следующей. В подробностях недели. Восемь вечера. В воскресенье. У меня же на сегодня все. Мы встретимся с вами уже в понедельник. Пусть эти выходные не принесут нам плохих новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова